Семья Шрамук живет в этой многоэтажке по улице Янищиц. Вроде бы самая обычная семья, которая состоит из мамы, папы и детишек. Но особенность ее в том, что родители воспитывают пятерых детей. А это, безусловно, заслуживает огромного уважения, особенно к матери Анне Александровне, которая произвела на свет трех девочек и двух мальчиков. Самому младшему Лешеньке всего год и восемь месяцев, а старшей Катерине 13 лет. Еще Антон, Ксения и Настя. Конечно, я не думала, что у меня будет пять детей, и не планировала даже. Но ожидание каждого нового ребенка – это просто чудо. Знаете, что двигало, наверное, любовь, скорее всего. Увидеть это новое создание, которое… Ты не знаешь его, какой он. На какой будет похож, какие будут привычки и повадки. Просто любовь. Все хлопоты по хозяйству с Анной разделяет ее муж Александр. Когда-то, 15 лет назад, когда создавали семью, признаются, что даже и не предполагал о том, что станет многодетным отцом. Я доволен и счастлив, что у меня пятеро детей. У меня прекрасная супруга, прекрасные дети. Я рад и счастлив. Особую гордость все семейство испытывало в тот момент, когда председатель Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Нина Кахнович вручила Анне Шрамук Орден Матери. Позидент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 28 июля 2014 года подписал указ об награждении вас Орденом Матери. Дай Бог вашей семье здоровья, счастья, добра, благополучия. Счастливо, говорят, та семья, в которой хотя бы один детский голос звучит, а в вашей семье звучит пять детских голосов. Орден Матери вручается добропорядочным женщинам, родившим и достойно воспитывающим пятерых и более детей. И в нашем городе высшие награды государства удостоено более двух сотен многодетных матерей. Стало доброй традицией несколько раз в году пинчанкам вручать такие награды. И на сегодняшний день в нашем городе уже 244 мамы имеют высшую государственную награду Орден Матери. И я уверена, что к концу года этот список пополнится, потому что мы живем в хорошем государстве. Хорошая социальная политика, хорошее отношение государства, властей, людей к многодетным семьям. И женщины не боятся рожать. Анне Шрамук и ее счастливой семье, главное богатство которой это дети, повезло. Ведь она верно определила свой путь в жизни и избрала, пожалуй, самую лучшую профессию в мире – мама. Что вы хотите пожелать своей супруге вот в этот день, в этот момент? В первую очередь это крепкого здоровья. Супруге и детям – это самое главное. Остальное пребудет само. Любви, любовь. Мы любим друг друга, мы гордимся друг другом, мы счастливы. Самое главное – здоровье в этой жизни.